Валентина Скворцова Прохождение ледохода в Двинском-Березнике ожидается 24-27 апреля. На акватории порта Архангельск продолжаются ледокольные работы по взлому ледостава в рукавах дельты. Все переправы в Архангельске разобраны, лед взломан, работают буксиры. Соглашение о сотрудничестве подписали администрация Архангельска и Поморская лесопильная компания. Обе стороны крайне заинтересованы в возобновлении работы бывшего Соломбальского ЛДК. Две важные подписи и соглашение о сотрудничестве между администрацией Архангельска и Поморской лесопильной компанией готово. В нем несколько пунктов. Большинство – развитие Северного округа. Сейчас на территории бывшего Соломбальского ЛДК представители бизнеса возобновляют крупное производство. Это будут пилетный завод мощностью 150 тысяч тонн в год и лесопильное предприятие, которое сможет выпускать до полутора миллионов кубометров пиломатериалов ежегодно. Мы строим большой лесопильный комплекс, достаточно обширная территория и большой объем демонтажных работ осуществляется, старых зданий и сооружений образуются, строительные конструкции. Мы договорились, что какая-то часть может пойти в дело, чтобы не выбрасывать, можем передать безвозмездно городу. Перед сторонами, подписавшими соглашение, стоят и более глобальные задачи. Сотрудничество в области привлечения российских иностранных инвесторов, содействование формированию положительного имиджа и экономической привлекательности столицы Поморья. У нас будет еще много проектов, которые необходимо будет реализовать. У нас впереди мероприятие 2018 года, значимое, безусловно, 2019 год с форумом. У нас сегодня активно развиваются мероприятия в сфере городской среды, где вполне возможно участие наших предпринимателей, и сегодня многие уже проявляют интерес. В планах и совместная реализация различных культурных, социальных и спортивных проектов. А сейчас важная информация для тех, кто в прошлом году продавал имущество или получал доход от предпринимательской деятельности. Всего недели осталось до окончания срока сдачи налоговых деклараций. Напомню, отчитаться о своих доходах за 2016 мы обязаны до 2 мая. Декларацию нужно подать в налоговый орган по месту регистрации или жительства. При этом личное присутствие не обязательно. Ее можно направить по почте, имейлом, либо через личный кабинет. Нарушителей сроков подачи декларации ожидает штраф. В культурном центре Соломбола Арт прошел городской народный фестиваль «Архангельск поет о победе». Участие в нем приняли как профессиональные артисты, так и обычные горожане. О двух днях фестиваля репортаж Артемия Заварзина. Для фестиваля «Архангельск поет о победе» стала доброй традицией открывать зрителю новые имена и дарить старые песни о главном в новом исполнении. Вот и у семейного дуэта Татьяны Ежовой и Варвары Сафоновой дебют и сразу успех. В номинации «Пающие семьи» они стали обладателями третьей премьи. Внутри участников мы были не конкурентами, мы были большой семьей, которая пела о победе. С Петя Победе на сцену культурного центра Соломбола Арт вышли врачи, учителя, водители, продавцы. Украшением праздника песни стали дети, совсем юные, но так искренне переживающие и проживающие то, о чем они рассказывали зрителям. Песня «Саночки» У Савелия Шкаева и его мамы Людмилы победный дебют. Исполненная песня «Саночки» принесла семье первое место. В ней вложена вся та боль, все те приживания, вот именно тех людей, которые пережили эту страшную войну. В исполнении участников прозвучали песни о тяжелых военных годах, о героях войны, фронтовых буднях солдат и победной весне 45-го. Среди трудовых коллективов лучшими были признаны сотрудники детского сада «Ветерок». Тоже дебют и тоже яркий. Вот эту песню просто невозможно было спеть плохо. Мы ее пели всей душой. Эта песня посвящена ветеранам минувшей войны. Своё посвящение ветеранам, которые не ушли, а остались навеки, передали наш коллега Алексей Шемякин и известная певица Ольга Ружникова. Нет, никто не забыл, нет, ничто не забыто. Из испытания потери и жизни ушедших солдат. Исполнение песни «Ветерану уходят» было удостоено сразу двух наград. Приза зрительских симпатий и первого места в номинации дуэты. Мнение наше общее. Если мы будем помнить свою историю, то войны такой, как была, никогда не будет. И мы должны это точно все знать. И мы с Алексеем это в песне и выразили. Да, мне вообще в жизни очень повезло. У меня было два деда. Один из них дошел от Москвы до Праги, а второй дошел от Курска до Берлина. Один был пехотинец, второй танкист. И вот эта песня говорит о том, что я их помню, я их чту и я всегда буду их помнить. Фестиваль не закончился. Он ждет новых имен, новых ярких выступлений и песен о победе в исполнении благодарных потомков. Они, кстати, вновь встретятся 9 мая на площади мира у Вечного огня, где пройдет концерт в рамках фестиваля «Архангельст поет о победе». Я просто горжусь тем, что уже третий год этот фестиваль имеет место быть на этой земле. Потрясающе. Я хочу, чтобы он долго-долго жив. Дай Бог этому фестивалю всего самого наилучшего. И еще о ярких культурных событиях. Архангельск присоединился к всероссийской акции «Библия ночь-2017» и провел ее на ура. Химическая лаборатория и планетарий, концерт классической музыки и встречи с писателями, необычные экспозиции. Библиотеки Архангельска максимально творчески подошли к организации «Библия ночи». Например, в Добролюбовке темой вечера стало новое прочтение. Цель акции – показать, что мир книги – это нескучно, интересно и крайне познавательно. И архангелогородцы поддержали именно такое прочтение. Более трех тысяч человек побывало в библиотеках города вечером 21 апреля. Эта акция говорит о том, что на сегодняшний день библиотека сломала, так скажем, стереотипы, что это только выдача книг. На сегодняшний день наши библиотеки стали мультицентром культуры определенной, потому что помимо выдачи книг здесь проводится большое количество мастер-классов, мероприятий, выставок и так далее. Подробнее о новостях прошедших выходных этого понедельника смотрите в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-Центр. До скорой встречи!